Термин «сторителлинг» появился в России не так давно. В аналитическом отчете LinkedIn сообщается, что еще пять лет назад количество специалистов, у которых в профиле был указан талант к сторителлингу, был минимальным. Но это не значит, что никто не рассказывал истории. Это в первую очередь маркетинговый навык, умение коммуницировать с потенциальными потребителями. И в то же время доносить до аудитории мысли структурировано. Именно этому и учились студенты КФУ на мастер-классах, предшествовавших финалу чемпионата по сторителлингу. Мы объявили заявочную кампанию, вступило большое количество заявок от студентов, они были отобраны, и отобранные участники прошли образовательный модуль. У нас был очень крутой спикер, который выступает бизнес-тренером очень многих именитых людей. Он согласился поучаствовать в этом проекте, Руслан Скорпов, и он же, собственно, проводил обучение по сторителлингу. Финал чемпионата прошел 3 декабря. У участников был месяц для подготовки к нему. Они проходили мастер-классы по искусству написания историй и публичному выступлению. Общались на консультациях с экспертами. И все это ради своей минуты славы на сцене малого зала КСК КФУ «Уникс». Я в целом очень довольна проведенной работой на чемпионате. Мы включала в себя несколько мастер-классов по ораторскому мастерству, также зачетные мероприятия, зачетный урок, где мы рассказывали свои сообщения, спикинги трём мастерам. И уже по итогам этого зачета нас приглашали на финал. Ох, господи, вообще, я не знаю, у меня очень смешанные ощущения, потому что, во-первых, это всё-таки такое масштабное, серьёзное событие. Собрался буквально весь институт. И также для меня особо волнительно то, что я выступаю самая последняя вне конкурса. Я немного взволнована, потому что сейчас будет финал, и мы прошли такой долгий процесс подготовки, поэтому немного мандражу. Но надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Участники проекта рассказывали истории из своей жизни, открыто выражали эмоции и с помощью специальных техник всё-таки смогли погрузить зал в нужную атмосферу. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влитяров, Универньюз.